Семья народа, с вами Сильвиас. Часто вы спрашиваете меня, что за моды такие в тофе появились. Да, добрались мододелы до Tower of Fantasy, они позволяют изменять некоторые внешки вашего персонажа. Например, вот у Фенрира в руке баклажан и ее колонки тоже баклажаны. Модов много, моды классные. Сразу отвечу на банальные вопросы, банят ли за это. Нет, за это не банят, просто потому что разработчикам абсолютно насрать на игроков глобала. Я думаю, что на Китае за это бы точно банили, но здесь плевать. Камон, люди, которые покупали себе Tanyons Epic Store, до сих пор не забанены. Один из них сейчас стримит на Твиче. Поэтому нет, за это не банят. И еще один нюанс, эта штука доступна только ПК-игрокам, потому что здесь идет добавление файлов в клиент игры. Собственно, что это за моды и какие они бывают, расскажу дальше, но перед началом слово спонсору. Спонсором данного видео является Donatov.net. Я уже ранее рассказывал про них, но теперь буду знакомить поближе. Фишка в том, что здесь, как я и говорил, пополнение only по UID. Здесь огромный список игр. Ханкай, Tower of Fantasy, Genshin, Wild Rift League, здесь есть Mobile Legends, здесь есть Valorant, WoW, подписка на WoW, Discord Nitro, Battle.net и куча-куча-куча всего. Здесь типа даже VPN можно купить. Пример пополнения по UID. Вам нужно будет ввести свой UID-шник, выбрать товары. Ну вот на примере TOFA поставить баланс, если у вас есть баланс на кошельке, или ввести карту, или Kiwi, или еще куча различных платежных систем. Нажать ОК, идет запрос в обработку. И скажу так, что здесь какая-то бешеная доставка в плане скорости. Мне кажется, у них есть свои боты, потому что пришло все буквально там минуты за три, за четыре. Ну я точно не засекал, но очень быстро. Быстрее, чем человек бы это переводил. Прикрутим сюда в натуре регулярные розыгрыши в группе ВК, там каждую неделю разыгрываются реальные рубли на ваш счет, на вашем аккаунте. Вы можете донатить куда угодно и купон на скидку. По ссылочке в описании на первый донат есть купон для тебя. Замечу, что нужно именно новый аккаунт регать, если хочешь этот купон получить. Так что если аккаунта не было, вперед регайся. Ссылочка в описании. Короче, дабы долго не задерживать вас на этом видосе, скажу так. Моды, они все изменяют персонажей, которые у вас уже есть, или вашего основного персонажа. Модов сейчас небольшое количество. Они находятся в дискорде у ГТО. Ссылочка есть в описании. Чуть позже буду рассказывать, как их ставить. Фишка в том, что вы просто заменяете файл. Вернее, добавляете файл в папку с модами. И можете делать различные махинации с этими модами. Так вот, есть как бесполезные моды, которые меняют внешку. Например, как вот баклажаны у фени. Так и полезные моды. О полезных расскажу чуть позже. Из того, что я устанавливал, чисто проверить. Это фенечка. Это кума, у которой появляются труселя. То есть вот у него на первом скине меняются трусы. Это, собственно, Клавдия. Лоть, да, вот такого изменения идет. Я как бы заблюрил. Ну, потому что Ютуб такое не пропускает. Но да, такие скины тоже есть. В принципе, скинов большое множество. Но самое крутое, что тут есть из модов, на мой взгляд, это полезная штука для Фионы. Сам, наверное, полезный аддон или мод, который можно установить там сейчас, это Execute аддон. Как видите, у нас у босса несколько точечек, замерочек на его хп. Последняя точка, это свидетельство о том, что у него 5xHP, то есть для экзекьюта не подходит. Следующая большая точка свидетельства о том, что мы можем экзекьютнуть это в резонансе хила. А маленькая точечка, которая находится, это Execute в резонансе DD. По сути, позволит вам менеджить Фиону лучше, понимать, где экзекьютать. Ну, те, кто давно с ней играют, наверное, уже прошарены. А те, кто играет недавно, им это может помочь в Фантазме, например. Хороший мод, надеюсь, таких будет больше. Итак, установка. Переходим в Discord GTO. Ссылочка находится в описании, как я уже говорил ранее. И тут режимчики у нас. Во-первых, тут можно будет попросить моды. Ну, типа, вы можете скинуть скрин того, что хотите, чтобы что-то убрать или что-то добавить. Честно говоря, не особо знаю, кто этим занимается, но кто-то, видимо, занимается. Моды пополняются регулярно. И вкладка TOFMods. Куча модов на данный момент, которые изменяют внешку и так далее. Можно почитать. О них можно посмотреть. Там, вон, Алисия убирают юбки. Лифчик Линхань убирает. Не суть. Суть в том, что вам нужно будет тыкнуть на любой мод, который вам нужен, скачать его RAR и разархивировать. Теперь место распаковки. Смотрим, где у нас расположен Steam Apps. Заходим в Steam Apps. Come on. Tower of Fantasy. Tower of Fantasy. Hotta. Потом находим там конфиг. Потом Pax. И вот в этой папке Pax создаем папку моды, в которую мы уже и будем разархивировать то, что скачали с Дискорда. Разархивируем, запускаем игру и балуемся модами. Разумеется, если вы скачиваете мод на персонажа, он будет работать на скине персонажа. Если у вас перса этого нет, вы его не поставите. Он у вас, ну типа не сможете поставить скин. Ну если какие-то моды идут на общие, они будут общими. Так что развлекаемся. Ну что могу сказать? Вообще забавная фигня. И я убежден в том, что в будущем моды будут вплоть до маунтов, изменений, может быть даже локаций. Может быть будут какие-то моды на вытемнение или наоборот высветление местности для того, чтобы в режимах в определенных играть лучше. Прикольно, но хотелось бы как бы побольше каких-то модов, которые выражены будут в аддонах. Допустим, для экзекюта вот фионы сделали. Хотелось бы там менеджмент стамины. В какую секунду она будет регениться. Хотелось бы отображение статов сбоку. Где-нибудь вот тут, где я кликаю возле чата. Потому что всегда играешь, кто-то заходит, спрашивает, какие у тебя статы на стриме. А ты бы просто говорил, ну вот типа статы на экране. Ну типа в обычных мамошках такие аддоны есть. Здесь они начали вырабатываться спустя там несколько лет существования игры. Замечательно, что их делают. Но пока что их делают по приколу для того, чтобы просто изменять внешность своему симуляку. Не знаю. Если вам это интересно, пользуйтесь. Я бы не сказал, что это прям супер какие-то нововведения и новшества. Но как будто бы прикольно. Как будто бы прикольно. Разные скинчики, внешечки сделать. Единственный опять же минус это то, что вы эти моды видите сами. То есть те, кто не скачивал этот мод на свой ПК. То есть те, кто не скачивал мод на Хуму, будут видеть у вас стандартную Хуму. Только вы будете бегать с этим. Те, кто не скачивал моды на другого персонажа, будут видеть того персонажа. Естественно, там еще моды на иконки есть, на кастомные. И в теории, если комьюнити по модам будет здоровым, и все будут скачивать эти моды поголовно, можно будет даже как-то рофлить. Пока что это очень низшая тема, и использовать ее или нет ваше решение. Ну и разумеется, на смартфоне сносите Бибу. Не скачать. Сорян. Спасибо за просмотр. С вами был Сильвиас. Подписывайтесь на канал и все соцсети, которые в описании. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok